Всем здравствуйте! В эфире Первого городские новости. Мы, как всегда, коротко и только по делу. Вот о чем сегодня мы расскажем в своей выпуске. Необыкновенный для нас прогноз от синоптиков на август. У жителей зонального начался праздник. И прогулочное шоу устроит прямо в ушах кирочат. Теперь подробнее. Для тех, кто скучал в Киров, вернулась жара. И даже не на пару дней, как обычно, бывает у нас ближе к августу, а чуть ли не на целый месяц. Синоптики Федерального метеоцентра сегодня сказали, что август в центральной части России будет жарким. Робко будем надеяться, что наша область тепло в последний месяц лета не обойдет. Официально городские пляжи будут работать до наступления осенних холодов. Поэтому еще успеем позагорать и даже покупаться. Ну и, конечно, мы напоминаем о том, что купаться можно только в разрешенных местах. Прошлая жаркая неделя была в этом плане очень трагичной. Жители района зонального института дождались. На улице Ленина начинается капитальный ремонт перекрестка с улицы Современной. Его будут расширять с двух сторон, чтобы разгрузить участок в часы пик. Также по контракту подрядчик обустроит тротуары, светофор и остановку. В мэрии пообещали, что на время работы улицу Ленина для движения перекрывать не будут. Небольшие неудобства в связи с ограничением движения возможны на улицах Современной и Рудницкого. На три дня будут организованы выезды через домовые территории. Как пишут к концу дня в социальных сетях кировчане, работы на Ленина уже начались. Там спилили пять молодых берез. В Уткин парке можно будет гулять над водой. По словам общественников, примерно через две недели будет готова Нижняя набережная. В парке сейчас идут сварочные работы. Высота основного металлического каркаса рассчитана по уровню паводковых вод, чтобы в будущем не было затопления. А то на днях в Уткин парке из-за сильных дождей потоком воды снесло доски. Кировчане стали переживать, что ходить там будет опасно. Доски не были закреплены, они просто были разложены, потому что по ним ходят рабочие, которые варят металлокаркас для того, чтобы вдоль реки по самому берегу, по береговой линии была вот эта вот красивая набережная, чтобы можно было гулять, прогуливаться прямо вдоль реки. Все доски уже на месте. В ближайшее время их прикрутят и можно будет гулять на Нижней набережной. Сейчас общественники собирают деньги на амфитеатр. Его монтаж планируют начать в ближайшее время. Именно вот помним, что Уткин парк общественный проект, который строится за счет неравнодушных кировчан. Ну и вот еще вам, пожалуйста, развлечение на теплый август. В Кирове будут проходить иммерсивные прогулки. Это прогулочное шоу с полным погружением в сюжет. Экскурсия называется «Вятка. Путешествие во времени». Она будет посвящена истории края в 15 веке. Расскажут нам о легендах, тайнах и событиях на Вятке. Традиционного гида на такой экскурсии не будет. Они будут проходить в наушниках. Вот сегодня у нас пробная экскурсия. Мы идем от Старого моста в сторону Ротонды и дальше через ворота Александровского сада. Организаторы, правда, пока всех секретах экскурсии не раскрывают. Первые аудиопрогулки для кировчан начнутся на следующей неделе. Сегодня в Самарской области стартовал Большой Всероссийский молодежный форум «Иволга-2022». Событие, которого год ждет одаренная молодежь Приволжского округа. Нашей области в том числе. Кировчане представят на форуме несколько своих проектов. Перед отъездом в Рио губернатор Александр Соколов пожелал делегации победы. В этом году в парке на Мостряковских озерах в Самарской области соберется 2000 молодых людей из Приволжского федерального округа. Нашу область будет представлять 91 человек. Идеи проекта давно готовы. Каждый участник надеется на победу. Большого экологического проекта «Гринлайф», в рамках которого мы реализуем очень много медиапродуктов. Мы создаем приложения по экопривычкам, различные экокарты. Также мы создаем контент в социальных сетях. Проблема, на решение которой направлен данный проект, это популяризация культурно-творческой деятельности студентов СУЗов Кировской области посредством проведения фестиваля «Студ весна лайф». Что же планируется в рамках проекта? Это выезды в пять муниципалитетных образований с концертной программой и мастер-классами от победителей «Студенческая весна» на Вятке. Также на Иволге от нашей молодежи будут презентованы проекты о семейных шахматных турнирах, мобильной студии для прямых эфиров и другие. Вместе со студентами на форуме «Наш регион» будет представлять и творческие коллективы. На выставку везут экспонаты из Кировской области. Когда вы будете на Иволге, я все-таки хотел бы, чтобы вы там были самими собой. То есть не надо там ни красоваться, ни рисоваться, ни пытаться играть какую-то роль. Если вы будете там естественными, если вы будете говорить то, что думаете, представлять те идеи и проекты, которые вам действительно нравятся, а не которые от вас хотят услышать, вот это было бы очень замечательно. Потому что вот эта естественность будет оценена вашими сверстниками совершенно адекватно, и вы будете лучшими. Будете естественными, будете лучшими. В Самарскую область делегация Кировской одаренной молодежи отправилась сразу после встречи с Александром Соколовым. Последний день форума 29 июля. Победители получат гранты на реализацию своих проектов. Не так далеко до начала нового учебного года, вот вам новость, в школах теперь появятся советники по воспитанию. Они начнут работу с 1 сентября во всех школах Кировской области. Советники будут помогать директору воспитывать и взаимодействовать с детьми. На новую должность в области отобрали 517 человек. Они пройдут специальное обучение. Наша область вошла в проект про формирование кадрового резерва советников. А с 2023 года должность по воспитанию появится во всех школах страны. Таким был этот день. Это были все новости на сегодня. Не забывайте, что впереди в пятницу. Хорошего вам окончания рабочей недели. Всего доброго.